всем привет блендер 2 91 и вот вопрос в чем вот скачен такой персонаж казалось бы да надо вставить кости просто сделать анимацию и не париться не тратить время они тут все было все так хвалят ручную ретопологию хотелось бы на эту обратить внимание вот модель тоже сетка вроде нормально все тут переделанное все вставляй и работай давайте посвоим косяки и так вот родной персонаж который мне весь мозг вынес так выбираем кости значит посмотри выбираем косточку и смотрим что происходит когда мы поднимаем лапу да лапа работает нормально вы видите все хорошо но здесь вот у нее идет разделение также что у нее так перед когда привязка идет сминается в хлам вот это вот штукенция пришлось отделять черепушку потом ее отдельно привязывать как бомб нос вот этот рот язык и уши привязывать шеи отдельно уже к телу вот такая штукенция как запаять возможно можно здесь это заходите давайте попробуем выберем персонаж зайдем допустим выйдет мод и смотрим выбираем вершины и вот тут эти вершины м алт-центр нужно все спаивать опять же это время опять же давайте посмотрим как она сработает зайдем в обжиг мод вот увидите что да получается вот нужно теперь каждую вершину вот эту вот стягивать тоже этим делом не захотел я заниматься вылезла одна какая-то мелочь проще переделать сделать свою модель и давайте посмотрим как я переделывал модель эту и так вот модель те же лапы тоже тело я просто взбраж все это дело разделил вытянул уши в бок взбраж отделил нижнюю челюсть забраж так что еще сделал верхнюю часть головы вот я сделал и вместе с телом ее объединил сделал одну сетку дайна мэш это вот хвост голова уши это все одно целое за исключением от воротника который пришлось тоже делать дайна мэш и потом забрасывать потому что он тут тоже конючил единство что нормально себя ведет этот язык с ним проблем не было и с ушами кстати тоже проблем никаких не произошло давайте теперь рассмотрим как как я вставил кости вы видите что а поза для чего она нужна а для того чтобы когда вы будете кости вставлять вы лапы опустите и персонаж будет нормальный не будет нигде подмышками слепаться вот такой вот перс смотрим два варианта костей первый вариант костей это вот как я показывал в ролике пришлось заново вставлять кости выбираем косточки посмотрим давайте как тут все устроено так сначала посмотрим сетку вот такая сетка дайна мэш здесь у нее 10000 полигонов вот вся модель вот это это 10000 полигонов в принципе ручная ретопология не нужна с этой сеткой вот с этой сеткой приметы и миксама и примет игровой какой-то движок уже проверено но я все равно когда делаю анимацию все равно добавляю именно делаю децимейт почему модель не портится сетка мне в принципе не нужна идеальная почему потому что главное чтоб персонаж классно выглядел чисто без вот этих вот пикселей без полигонов выделяющихся так это я переборщил control z давайте поставлю 0 . 2500 что такая сетка мне пойдет apple теперь что можно сделать смотрим на персонажа вы видите что персонаж все еще классно выглядит можно сделать shader smooth его сгладить и вот видите что полигоны нигде не вылазят его еще можно понизить ниже в принципе тогда получается если с этой сеткой мы с дайномешевской с ремешером за ремешером именно принимает миксама децимейт принимает анимация с ней хорошо проходит персонаж хорошо с ней выглядит смысл сидеть и делать там два-три дня эту ручную ретопологию при которой начинаются какие-то косяки и потом один фиг надо будет что-то под как переделывать подгонять что-то добавлять короче получается не всегда возможно ну сколько я вот модели по пересмотрел мне постоянно их приходится переделать да они с хорошей сеткой да все нормально но работать и вставлять кости то кости их сетку не принимают то я не могу закинуть куда-то этого персонажа допустим в тоже миксама потому что он матюкается и говорит что там что-то не так и вот лазить искать где что там не так проще переделать меньше времени уходит на то чтобы переделать персонажа полностью итак смотрим так вот косточки как они тут настроены выбираем кости заходим а сначала я переправил перевяжу от этого персонажа потому что я поменял ему именно сетку я чуть чуть ниже вот так опущу и сделаю попытку control пи будет автоматик виджет так вот видите что сбивка вот это пошла костей вот почему потому что я его тут немножко уже двигал и получается что мне теперь его нужно поймать вот так вот он толпе будет автоматик виджет сейчас он опять подпрыгнет и надеюсь выровняться по костям все персонаж просто у меня стоял чуть выше я его опускал вот до этого уровня так выбираем теперь кости заходим по смотр и смотрим как тут все устроено вот этот мягкий рик на две кости идет тут две кости тут две кости давайте посмотрим как все это работает так вот вы видите лапа работает нормально все мягко тут работает все движется вот ничего лишнего не вылазит крутится вертится вот опять же все мягко с этим вот можно уже делать нормальную анимацию не заниматься геморроем короче а просто кайфовать отдыхать теперь хвост настроен на как и нога как руки я настраивал через inverse kinematic выпустил одну косточку и теперь можно не пользоваться copy rotation а просто вот хвосту так вот изгибать есть такое дело дальше что глаза вот эти вот зрачки я специально вынес вперед подключил к ним привязал их вот к этим костям глазным и когда начинается анимация мне просто нужно их вот так вот ввести именно в глаза вот так и все я могу ими здесь манипулировать вариантов конечно не много поворот и вот они делают ну на крайняк можно просто вот одной косточкой здесь как-то руководить как-то глаза перетаскивать допустим вверх вбок для анимации вот этих глаз в принципе этого будет достаточно вот они у него уходят то вот так вбок то так все попросту вот тут у плута так тройка на нам падим так что тут с ушами да вот уши настроены на copy rotation и увидите когда идет анимация они как мягенько так вот движутся также уши можно вот так вдаль уводить вверх задирать как будто ветром вот так вот будет колы колыхаться при беге или ходьбе что еще вот этот вот ошейник это object mode лучше его привязывать конечно так вот он сейчас привязан давайте посмотрим конючить не будет если посмотрим так вот раз так это мышка у меня не дожимает посмотрю допустим мы убираем эту косточку видите на месте стоит ошейник нужно его перевязать выбираем ошейник вот эти все настройки я отключу выбираем через shift кости control пи ультов так даже не так сделаем наверно зайдем посмотрим выберем вот эту вот косточку не шейную пустошей нужно будет еще вертеться и он будет сминаться так выбираем вот эту косточку и control пи бон она чуть-чуть смещается как это все исправить выбираем вот эту ошейник и чуть-чуть уже в object mode опустим ниже выбираем опять кости заходим в close mode теперь если мы будем вертеть вот эту шею смотрим вы видите что ошейник не деформируется но когда мы будем вертеть вот эту косточку тоже все нормально происходит так здесь все нормально значит не получилось мне показать ее косяк но при анимации косяк у меня вылез так здесь все работает вот парадокс ну в принципе вот такой вот риг персонажа можно еще ему добавить на локти вот сюда вперед косточки чтобы вот этими локтями потом регулировать его походку чтобы они не терялись не перекручивались просто здесь по две кости так еще один риг давайте рассмотрим вот тот же самый риг только теперь на одну кость давайте посмотрим как он работает вот тоже он работает но теперь посмотрите вы видите что ошейник тянет почему потому что я поздно это дело увидел и нужно сделать вот такую штуку так удалить вот эту анимацию и привязать его опять же по новой как бон так вот эту косточку выбираем и жмем control пи бон выбираем теперь кости и давайте проверим так выбирается шея шея нормально себя ведет так здесь значит тоже ошейник нормально себя ведет рот смотрим проверяем нормально но тянет за собой вот эту часть сейчас мы это дело подправим выбираем значит кусты косточки теперь персонажа и заходим рисование веса выбираем вот эту кость находим я уже показывал этот levels вот этот нажимаем и ведем вот эту красную штукенцию вот так чтобы вот эта часть головы не двигалась ну где-то можно закрасить там где вот уши тоже чтобы голова не двигалась вот эта височная часть нос так делать нельзя он должен быть у нас мягкий для анимации так как же кнопки теперь вот теперь смотрим как все будет действовать выбираем персонажа посмотрю выбираем челюсть р вот чуть-чуть еще глаз дергается это для анимации как как бы прикольно тоже можно докрасить это все вот здесь вот еще полосу чуть чуть больше сделать так тройка на нампаде задние лапы как работают да вообще бомбовские вот чуть-чуть видите так где тут так вот вершина какая-то привязалась к полу вот это тоже ловите я просто тут эксперименты над ним проводил и несколько раз вот это кто кости корректировал так что вот это уже после предыдущего эксперимента нужно просто выбрать опять же персонажа и перевязать и тогда вся эта штукенция должна уйти но сейчас может опять они не прыгнул персонаж значит все хорошо так выбираем опять косточки посмотрим как все тут работает так edit mode смотрим чтобы все привязано было теперь посмотрим и смотрим джи вот вы видите как работает прикольно этот персонаж мягенько все без гемора нигде ничего не отходит никакие детали пальцы не отслаиваются башка у него крутится все вот уши даже мотыляются просто все настроено все вот классно проще делать самому я уже понял что если скачивать какого-то персонажа прям сразу нужно брать его и переделывать под себя потому что там сто пудей в какой в любой модели гемор будет так ну такая штукенция ну а теперь анимация бега пока простенько потом я там еще ходьбу попробую с ним сделать и какие-то там не знаю кульбиты возможно и покадровка если кому-то интересно конечно все всем пока до свидания